здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из киева журналист денис лавникевич здравствуйте денис здравствуйте для тех кто не знаком с моим собеседником я хочу уточнить что денис прожил всю жизнь в беларуси и недавно буквально несколько лет назад переехал в киев я надеюсь я все правильно излагаю поэтому в первую очередь у меня к нему вопрос такой какими видятся события сегодня в минске во всей беларуси вам из киева ну прежде всего очень неожиданными потому что тут такое впечатление что дружина которую лакошенко сжимал 26 лет наконец-то распрямилась и этого в принципе никто не ожидал все ожидали даже самые такие высоколубые аналитики ожидали что выборы пройдут спокойно выборы пройдут без проблем и так далее но как видим проблемы возникли у лукашенко и не маленькие на ваш взгляд я за это время было много разных комментариев аналитических статей мнений экспертов политологов журналистов и так далее но вот две главные версии лично я для себя вычленил что вывела скажем так белорусов из себя первое это по их мнению обман на выборов подтасовка результатов а второе что даже не не именно подтасовка результатов а то насилие которое которое было применено к первым митингующим которые вышли вот 9 10 числа то есть что на ваш взгляд стало спусковым крючком но конечно вы правы по обоим пунктам и первое второе имеет место это правда но я бы тут больше свел все таки даже вот так лжи властей и и конечно чрезмерно наглой лжи властей потому что я сам участвовал в голосовании во всех процессах я видел полы я видел альтернативные платформы подсчеты я в конце концов общаюсь с людьми я могу сказать что вот то что нарисовали лукашенко 20 20 процентов его противники якобы получили 80 процентов он на самом деле конечно ситуация была ровно противоположной то есть даже более 80 процентов получила конкретно светлана тихановская вот а все остальное уже сам лукашенко либо против всех и так далее и дело в том что людей люди как бы ожидали такого исхода но людей возмутило вот именно вот это вот наглость потому что знаете если был лукашенко сказал что получил там условно говоря 50 процентов и объявил второй тур в котором бы ему нарисовали победу или там сказал что он получил там 60 процентов ну как бы все это просто но сошло тихонько прошло в принципе люди бы махнули рукой и смирились но лукашенко как бы не смог переступить через себя если всегда у него было там по 80 процентов и более он решил что вот надо доказать что я такой и нарисовал себе опять 80 процентов ну а люди же они же знают как голосовали они сами как голосовали их соседи родственники друзья понимаете это шилы в мешке не утаишь но и вот такая наглость они приходят им говорят нет вы проголосовали иначе вот эта наглость людей из себя и вывела все эти дни после выборов отмечают люди мирность этих протестов долготерпение белорусов весь все эти фотографии когда люди становились на лавочке снимая обувь и так далее с одной стороны это заслуживает максимального уважения с другой стороны позволяет многим писать о том что такими методами власть не меняют вот ваше мнение как человека много лет прожившего в беларуси знающего людей действительно а какое тогда развитие событий по-прежнему в их будут выходить люди с цветочками и собираться в кварталах но вы знаете во первых что так давайте отвечу на два ваших вопроса на самом деле до 1 вопрос да конечно это все вызывает большое сомнение особенно когда смотришь на это из украины где совершенно другой опыт опыт смены власти имею ввиду где люди вооружены и как бы не склонны к мирным формам проявление недовольства конечно это выглядит так но немножко сомнить с другой стороны но знаете что-то я на митингах беларуси не видел плакатов с надписью нам нужен совет как делать поэтому давать советы я бы не стал что касается вопроса что будет дальше но вы знаете я у я бы затруднился давать прогноз просто потому что я не ожидал того что произошло и никто не ожидал вообще но что я вижу сейчас конечно многие люди устали от протестов устали от таких выступлений в том числе мирных и не приносящих взаимого эффекта но произошло уже самое главное произошел принципиально перелом то что люди больше не отождествляют себя с властью с государственными органами это первое второе что люди пошли по пути самоорганизации то что всегда было свойственно украинцам никогда не было свойственно белорусам вот эта низовая самоорганизация коллективность вот это вот низовая именно независимость от каких-либо там распоряжений начальников лидеров и прочего способность так действовать автономно на низовом уровне этого у белорусов не было совершенно и буквально за считанные недели это появилось очень развилась то есть если теперь протест уйдет с улиц что весьма вероятно после вчерашних подавлений разгонов это не значит что он исчезнет просто он он будет на уровне гражданского общества такого вот низовом без может быть демонстрации флагов но все равно очень эффективно а в чем тогда будет его эффективность если по сути дела вот так как вы рисуете ту версию собой развития событий все вернется собственно говоря на круги своя я думаю что государственная машина просто не сможет работать например сейчас очень большая проблема в том что люди просто позабирали детей из школ на предприятиях даже на тех где нет забастовок которые как бы продолжают работать резко падает производительность резко падает выработка и как бы никто не виноват все работают но работают так по принципу итальянской забастовки что производительность падает на самом деле возможности заблокировать вот государственную систему работу ее их очень много белорусы забрали уже больше миллиарда долларов вкладов в банки а это очень очень серьезно это самый большой отток вкладов в истории страны то есть на самом деле заблокировать вот так вот систему не так что сложно на штыках усидеть не получится скажите пожалуйста у белорусского протеста по сути дела в силу объективных наверное субъективных причин не оказалось такого единого центра или одного человека ну с отъездом светланы тихановской во всяком случае которые бы олицетворяли возглавляли направляли этот протест он действительно такой по сути дела до сих пор несмотря на то что он продолжается уже достаточно долгое время выглядит во всяком случае таким стихийным и неорганизованным на ваш взгляд это нанесло ему ущерб или же наоборот в этом и сила в общем-то его вы знаете давайте не путать неорганизованный и децентрализованы это очень разные вещи белорусский процент именно процессы протест простите белорусский протест он именно децентрализованный но не хаотичные не неорганизованы сама организация которая я уже говорил отлично работает и за рубежом так принято говорить что вот есть там телеграм-канал нехта который все это организует на самом деле этих каналов десятки это разные люди ведут разные телеграм-каналы но в итоге они все делают одно и то же дело и есть сама организация в том числе через телеграм-каналы так вот понятно что если бы было некое одно лицо протеста то это лицо давно бы либо в живых его уже не было либо она бы сидела в глухой тюрьме понимаете и я уверен что даже тихановскую бы не выпустили из страны похоронили уже где-нибудь если вы знали что она продолжит вот борьбу и станет лицом лицом независимой беларуси свободной беларуси понимаете то есть с одной стороны конечно это это спасло протест и очень помогло им ну продолжится и как бы не обезглавила решила возможность обезглавить протест с другой стороны конечно да есть мнение и с ним нельзя не считаться что нужен лидер или крайней мере какое-то представительское лицо ну по крайней мере пока светлана тихановская справляется с этой работой тем более вокруг нее там целый штаб а то что она находится не в беларуси а рядом с ней дает ей какую-то гарантию безопасности и пожалуй последний вопрос вот в русле этого же который мы сейчас о котором мы сейчас говорили был действовал координационный совет собственно грамм и действует но он уже практически скажем так разогнан во всяком случае наиболее узнаваемые лица исчезли но помимо координационного совета сейчас стали появляться какие-то другие предложения создавать партии отдельные которые были во всяком случае от марии колесниковой до того как была эта история с ее непонятно то ли бегством то ли арестом уж в любом случае она сейчас в тюрьме сейчас появилось какое-то предложение создавать граждан в партию гражданская инициатива и так далее на ваш взгляд вот все эти предложения о создании параллельных по сути дела оппозиционных структур они только помогут протестному движению или они его раздробят они очень сильно помешают и надо сказать что вот и когда погружаешься во все это и начинаешь анализировать происходящее смотреть начинаешь понимать что большинство этих инициатив у них уши торчат в общем-то кремлевские и как за колесниковой за ее инициативами есть в данном случае есть конкретный человек за которого мы все голосовали по крайней мере я не знаю в моем окружении нет людей которые вы голосовали за кого-то помимо светланы тихановской то есть если тихановская есть вокруг нее штаб если вокруг нее умные разумные решительные знающие люди и конечно сейчас мы ориентируемся на них а остальные инициативы которые сейчас вот начинают возникать там их было много и цепкало создавал что-то там некие фронты освобождение белоруссии проще я хочу сказать что сейчас у нас приоритет вот один конкретно это светлана тихановская и не знаю я не могу говорить за всех но я могу сказать за белорусскую диаспору в украине мы будем поддерживать конкретно лично светлана тихановскую и мы это делаем денис большое спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго вам спасибо на этом все напомню что с нами на связи был журналист денис лавникевич до свидания